Экспо-музыка с Михаилом Брызгаловым Шедевры из Российского Национального Музея Музыки В 1949 году в коллекцию Музея Музыки поступила фортепиано, внешне напоминающее стол. Принадлежало оно ученому-химику, профессору медико-хирургической академии, общественному деятелю, одному из членов кружка «Могучая кучка», известному композитору Александру Порфирьевичу Бородину. Фортепиано было приобретено у частного лица, привезено из села Давыдова Камешковского района Владимирской области. Село Давыдово известно тем, что здесь находится дом, ныне музей, в котором в течение трех летних сезонов 1877, 78 и 79 годов композитор работал над созданием оперы «Князь Игорь». Композитор приезжал сюда на лето, здесь родина его ученика и ассистента Александра Павловича Дианина. Жили они летом в доме его отца Павла Афанасьевича Дианина. В Давыдове все располагало их творческой работе. Александр Порфирьевич был восхищен природой здешних мест. «Давыдовым я доволен, да нельзя», – писал по приезде Бородин. «Как здесь хорошо! Какие леса, рощи, бор, поймы! Что за воздух? Погода стоит превосходная, и я, собственно, теперь чувствую лето. Тем существом чувствую. Очень хорошо здесь». Каждый раз он оттягивал выезд Петербург с неохотой, покидая полюбившиеся ему места, где он, одевшись крестьянскую рубаху и высокие пахнущие дегтем сапоги, отмерял десятки километров по лесам, полям и болотам. Время, проведенное композитором в Давыдове, было плодотворным. Он обрабатывал для печати по просьбе критика Владимира Васильевича Стасова статью о знакомстве с Ференцем Листом. В окрестных деревнях и селах записывал народные песни. Во Владимире и Боголюбове знакомился с памятниками архитектуры XII века, которые являлись современниками слова о полку Игореве. Первые две недели пребывания в Давыдово, в доме Дианиных, не было рояля. Во второй половине июня Александр Порфирьевич, побывав в Москве, купил для летней работы недорогое поддержанное фортепиано известной московской фабрике «Штюрцваге», изготовленной в 1840-х годах. Инструменты этой фабрики часто поставлялись в московские учебные заведения. Инструменты были крепкие и грубоватые по своей внешней и внутренней работе, а также по звуку уступали инструментам петербургских фабрик. Эта фортепиано доехала до села Давыдово лишь 16 июля. Именно за этим инструментом Бородин сочинял оперу «Князь Игорь». Сохранилось много черновых набросков к опере, сделанных в Давыдове. Здесь им написаны и обработаны отдельные хоры и арии, части картин и действий. Обладая незурядным литературным дарованием, он сам писал тексты арий, хоров. Бородин не успел закончить оперу. Живя в основном в Петербурге, создавая музыку, он одновременно продолжал свои научные занятия, уделял много времени социальным проблемам студентов, организации помощи неимущим учащимся. Весь день к нему приходили самые различные люди. Пускали всех, можно было прийти, когда хотелось, в обед или во время чая. Бородин выходил из-за стола и выслушал все жалобы и просьбы, вспоминал Римский Корсаков. В таких условиях Бородин не смог закончить оперу. Работу завершили его друзья Римский Корсаков и Глазунов. Экспо-музыка Шедевры из Российского национального музея музыки. Фондю любит тебя! Римский Корсавв DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok